Недельная глава с участием Рава Лайтмана. 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 То есть, когда правильно изучают в группе науку Каббала, свет, который светит ему, сила, которая пробуждается в человеке, называемая свет, возвращающий к источнику. И так от разу, пробуждаясь этот свет вызывает изменения, и об этих изменениях рассказывает нам Тора. То есть, фараон посылает народ. Наш эгоизм находится под таким давлением, в таких страданиях, в таком большом столкновении с силами, которые приводят его в действие, что он сам позволяет нам выйти и отсылает нас от тебя. Мы видим, что здесь происходит. Это война Творца с Амалеком, война Творца с фараоном. Это называется «Я отяготил сердце фараона», «Идем к фараону». И здесь происходит то же самое. Они убегают из Египта, со всей утворю, то есть, со всем желанием человека поднимаются над своим эгоизмом. Его эгоистические намерения использовать весь мир для себя остаются, и он постепенно избавляется от них и выходит, но не сразу. Поскольку мы в своем развитии проходим такое количество изменений, когда мы должны выйти из-под власти фараона, под власть Творца, под власть отдачи, любви к близнему, выйти из любви к себе, к любви к ближнему. И когда мы проходим, мы проходим все эти вещи. Пока еще мы чувствуем, что фараон гонится за нами, пытаемся убежать от него, можем мы это или нет. Должно быть воздействие высшей силы на человека, когда он чувствует, что он находится перед морем, а за ним 600 колесниц отборных колесниц фараона, и когда человек видит, что все перед ним закрылось, и тогда происходит чудо. И так происходит при переходе с одной ступени на другую, из состояния в состояние, поскольку следующая ступень открывается, когда заканчивается предыдущая, ты не знаешь, что делать, и находишься в безвыходном состоянии. И это непросто. Мы, с одной стороны, привыкаем к этому, а с другой стороны, это каждый раз для нас сюрприз, каждый раз неожиданность. И тогда мы приходим после перехода конечного моря снова в пустыню. Пустыня — это когда ты не можешь ничем питать себя, ты находишься в пустом месте, ты не знаешь, что делать с собой. Жизнь, жизнь, нет будущего, нет ничего. И тогда сначала приходит к горькой воде, нужно подсластить, и это делают с помощью посуха. Посуха. С помощью посуха означает, что ты поднимаешь желание отдавать вверх по сравнению с желанием получать, которое останется внизу. И тогда ты вместо ступени Малхут приходишь к ступени Бина, и поднимаешь себя над эгоизмом. И снова человек прорывается на следующую ступень. И тогда переходит место, называемое Элим, где есть 12 источников воды и еда, и 70 финиковых пальм. И так мы видим, что каждый раз эгоистическое наше желание пробуждается, и человек, не зная, что с ним делать, плачет, вопиет к Творцу от страха, и тогда он чувствует, что спасает его высшая сила, и снова достигает эгоистического желания получать, которое пробуждается, снова не знает, что делать с ним, поскольку человек не может сопротивляться, и только если высшая сила спасает его, и так постепенно она спасает нас все больше и больше и больше. То есть это не просто выход за один раз из Египта, но мы постепенно исправляем желание получать, поднимаясь над ним все выше, пока не достигаем состояния, когда мы можем воевать даже с Амалеком. И война с Амалеком — это тоже. С помощью рук Моше, когда он поднимает свои руки наверх, и это признаки силы бины, которые поднимаются, ман, который опускается. То есть невозможно в том состоянии, в котором мы входим в духовное, нам пока нечем питать себя, а только с помощью пищи, которая приходит свыше. Что значит свыше? Когда человек начинает наполнять себя, раньше он наполнял себя эгоистически, насколько я могу выиграть от каждого, я наполняю с помощью этого. Но теперь, когда мы переходим к любви к ближнему, к альтруизму, отдачи, мне нужно наполнять себя отдачей, поэтому это называется пищей с небес, называется хлевом с небес. И как это происходит? Когда я готов выйти на утренней заре, когда я готов находиться на, при этом свете утра, то есть в свойстве отдачи, которая светит поверх моего эгоизма, даже если я чувствую в нем себя пустым, я готов находиться в нем, в моем желании получать даже без наполнения для себя, а только ради отдачи ближнему, тогда на самом деле приходит ко мне наполнение с небес, и это манг, который приходит, и все 40 лет в пустыне, сыновья Исраэля получают, то есть человек, пока он обретает полностью свойство отдачи, это называется 40 лет пустыни, он питается от того, что отдают другим. Это на самом деле с небес, поскольку с чего вдруг я могу наполнить себя вследствие того, что отдаю? Кто я такой, чтобы отдавать, и что я могу отдать? И это ощущение, намерение, когда я обретаю желание получать в отдаче ближнего, в связи с ближним, это называется ступень, не делай ближнего того, что ненавист на тебе, связывая с ним, как с самим собой, и вследствие этого получаем наполнение, это называется маном, поскольку ман — это мэйнуквим, воды нукв, когда поднимаем свое желание получать на уровень отдачи, уровень бены, и так далее, и так далее. Если так, то и так далее, мы переходим на вопрос, на этап вопросов и ответов. Вопросы и ответы. И, конечно, первый вопрос. Раф Лайтман напрашивается. Здесь множество чудес творится в этой главе. Почти все связаны с водой. Рассечение Ямсу в Конечном море. Из скалы выходит вода. Вода была горькая, стала пресная, сладкая. Что такое вода? Вода — это свойство отдачи. Есть воды раздора, горькие воды, пресная вода, вода, которая холодный душ для души. Вода — это свойство отдачи, это бина. Мы развиваемся, находясь в воде, в теле матери. Вся наша жизнь вообще, мы развивались в воде, а затем вышли только на сушу. То есть, вода — это свойство бины, пока она не порождает из себя, как когда-то океан породил все живое. И почему это всегда происходит с помощью чуда, поскольку нет у нас свойства бины, свойства отдачи, любви к ближнему, связи с ближним, доставления наслаждения ближнего. Нет у нас этих свойств. И поэтому каждый раз, когда мы получаем это, мы получаем вне себя. И это называется чудом, поскольку я только являюсь причиной того, чтобы этот процесс произошел. Но когда он происходит, это все как чудо. Как сказано, приложил усилия и нашел, когда выход является чудом, и всегда это в нашем пути является только чудом. Мы видим, что Творец... Они пошли через пустыню Син. Прямо можно было идти? За 40 лет можно. Вообще за неделю пройти? Пешком причем. Почему он опасался войны с Плештим? И есть у нас такое большое желание получать, что и Плештим, и Амалек, и вообще все эти войны. И затем у нас есть все-таки много препятствий посередине. Литой Телец, Золотой Телец, и Саглидата, и земля Израиля, и переход, и завоевание земли. И есть много состояний, когда человек преодолевает свое желание получать и делает его из эгоистического Египта, а превращает его в землю Израиля, поскольку земля — это рацион желания. Но чтобы это было не ради получения Амалека, а ради отдачи, чтобы была Израиль прямо к Творцу, это длинные процессы, и всегда это происходит с помощью чуда. Но почему война именно с Плештим? Потому что нет у них пока еще сил. Они еще не обрели никакой силы отдачи, чтобы можно было воевать, чтобы можно было противоставить одно другому, поскольку нельзя продвигаться в средней линии, нету правой, и поэтому надо обходить его. Но вот сила веры, отдача, которую они должны приобрести, в главе Бешалах взор говорится, «И увидел Исраиль руку могучи, и поверили в Творца». А разве до сих пор не верили в Творца? Ведь уже было сказано, и поверил народ, и услышали. То есть они уже видели все могущество, явленное им Творцом в Египте. Но поверили, означает, что поверили в сказанное им, и сказал Моше народу, «Не бойтесь, станьте, и зрите спасение от Творца». Мы должны вообще здесь понять, что каждый раз мы продвигаемся по ступеням. Наш путь, как он говорит, есть 600 отборных колесниц, есть 6 дней и 7 день суббота, соответствующий концу исправлений, 7-му тысячелетию. Мы все время продвигаемся. Весь путь — это 125 ступеней от выхода из Египта и до конца нашего исправления. И каждая ступень делится на подступени, и всегда происходит чудо. Что значит чудо? Когда я слепляюсь, прилипляюсь к высшей силе, я нахожусь всегда в желании получать. Это моя природа, в которой я родился, начало человека, зло с рождения его. Я перехожу все время на отдачу. И нужно, чтобы свет все время влиял на меня свыше. Я нахожусь посередине между желанием получать и желанием отдавать. Какой-то мячик в воздухе. И чем больше на меня влияет сила Творца, я в соответствии с этим поднимаюсь, пока не достигаю слияния с Ним. И получается, что каждый раз мы только должны раскрыть потребность в этом, необходимость в этом. И поэтому, скажем, и вазопили сыновья Исраиля, и плачут, и кричат. Все это раскрытие потребности, когда мне необходима помощь свыше, и не более того. И тогда проявляется высший свет, свет, возвращающий к источнику, который называется Торой. И он спасает нас. И так мы живем благодаря милосердию Творцу. Это на самом деле милосердие, свойство отдачи, которое проявляется с нами. И мы сегодня тоже должны понять, что если мы раскроем в этом правильную потребность, это проявится, и мы выйдем из всех наших бед, и перейдем все это конечное море как посуху. Если так, то где здесь место для веры? Что такое вера? Вера — это сила отдачи, сила бены. Когда человек видит в этой силе отдачи мир, который находится вокруг нас, мир бесконечности, духовные миры, ступени, силы, и мы их не видим. Мы не видим, поскольку нет у нас этого видения отдачи, связи с ближним. Вследствие того, что я связываюсь с ближним, я развиваю благодаря этому в себе словно новые очки, когда я вижу мир весь круглым, в котором действует единая сила. И в этом вся наука Каббала, которая обучает нас, каким образом мы раскроем силу Творца, которая действует в мире, в соответствии с определением. Наука Каббала — это методика раскрытия Творца творению в этом мире. Есть такое ощущение, как будто Творец каждый раз помещает Исраиль в состоянии перед горькими водами и делает эти воды сладкими, пресными. В чем заключается игра? Мы должны понять, что мы не можем раскрыть ничего, а только из противоположного, из тьмы свет, как преимущество света из тьмы. И каждый раз мы раскрываем свой эгоизм в еще более плохой форме и не знаем, как выйти, но мы ищем возможности выйти. И здесь мы находим, что должна быть здесь высшая сила. Она должна находиться, и когда я достигаю того, что я нуждаюсь в ней, и я кричу к ней, и тогда она проявляется. И я каждый раз должен прийти к раскрытию Хессарона в помощи Творца, и тогда он проявляется. Это называется нашим кли. Поэтому чем питаются в пустыне? Тем, что требуется, чтобы пришел Манн. Не ты хозяин, а только ты вызываешь, чтобы это произошло. И сегодня то же самое. Весь процесс, проходимый нами, и мы будем проходить процессы все более критические, острые, когда в конечном счете весь процесс нужен для того, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы не можем управлять им, и находимся в состоянии безвыходном вроде бы, и вследствие этого мы раскрываем, что здесь должна проявиться высшая сила, без нее мы ничего не сможем сделать, и тогда она проявляется. И чем больше мы сможем понять процесс, направление, и будем готовы к этому, тогда мы сможем притянуть его заранее. И поэтому дана Тора, внутренняя часть Торы, называемая наукой Каббала, когда мы с каждым разом можем предварить лекарство удару. Если говорить о современном мире, то у человека впечатление, что он вовсе не властвует. Благодаря науке и технологии мы привыкли, что мы властвуем, и мы властвуем над всем миром. Да, пока не начинается кризис, и мы видим, что мы не управляем ничем, ни экономикой, ни семьей, ни самими собой, не можем не повлиять ни на террор, ни на экономику, ни на финансы. Все системы рушатся, рушатся. И это является общим кризисом системным, когда мы достигаем состояния, когда мы совершенно не можем ничем управлять, но должны проявить особую силу общей природы. И мы устроены таким образом, что каждый тянет для себя. А раскрывается кризис, который говорит, нет, вы связаны вместе и зависите друг от друга, и только в этой взаимозависимости вы можете решить проблему. И вам нужна общая связь, поручительство, и к этому мы не способны прийти. И здесь нам нужна будет высшая сила, и пока человек этого не поймет, еще пройдет время, пока он поймет, что сила объединения нужна, а сила объединения — это Творец, который восполняет между нами, соединяет между нами, делающий мир высоток, делает мир между нами. В последнее время мы часто слышим конечное море. Что значит в духовном процессе рассечения Ямсу? Переходишь... когда Малху входит в Бену, извините, что я таким образом говорю, может, людям это не очень-то понятно. Тогда происходит, что есть высшие воды, нижние воды, как и при создании мира было. Высшая сила, которая проявляется и дает желанию получать войти в это море, в эту воду, то есть, что была связь между желанием получать и желанием отдавать. Желание получать — это сила земли. И Исраиль, которая связывает силу земли, раскрывает ее внутри моря, а сила отдачи — это само море. И также там есть преодоление, бушующее море. Мы тоже раскрываем здесь Исраиль особую силу, Нахшон, который первый прыгает в воду. Это особая сила в нас, которая готова идти с самопожертвованием, чтобы дойти к связи со свойством отдачи, связи с биной, во что бы то ни стало. И в таком виде мы достигаем контакта, связи, желанием получать с выходом наружу. Все бегство из Египта — это бегство от себя наружу, ко всем. И тогда человек выходит и готов связаться с другими. В этом, по сути дела, заключается процесс. Видимо, здесь стоит прочитать отрывок из главы Бешалах. Исраиль, приближаясь к морю, увидели перед собой бушующее море, волны которого все выше взметались вверх и устрашились. Подняли свои глаза, и вот фараон с войском его баллистовые камни и стрелы. И тогда и устрашились они очень и возопили сына Исраиля к Творцу. Кто стал причиной того, что приблизился Исраиль к их высшему отцу? Фараон, как сказано, и фараон приблизил. Да? Наш эгоизм, который пробуждается каждый раз и не дает нам возможности продвигаться, он, по сути дела, делает за нас эту работу, поскольку фараон это обратная сторона Творца. Он создал желание получать, и он каждый раз раскрывает нам его все больше и больше, пока мы не видим, что оно умиршляет нас, это желание получать, этот змей, и тогда мы вынуждены бежать от него. И также мы сегодня раскрываем с каждым днем, что нам желание получать не дает возможность связаться, выстраивать систему, находиться в семье, в народе, в государстве, находиться все вокруг земного шара, чтобы мы были взаимосвязанными, и приближать нас к исправлению. Поэтому мы находимся в особое время, когда поручительство, о котором мы говорим, мы должны будем на самом деле определить, что именно в нем заключается связь между нами. Моше получил указание, Моше, запиши в книгу, заключается. Книга — это раскрытие. И тогда получается, что то раскрытие, которое есть у нас благодаря книге Торы, когда мы перечеркиваем, книга — это когда все наши действия раскрываются через эти раскрытия, через буквы черные на белом, через действия Творца по отношению к Творению, когда желание получать, ради получения, амалек — это желание получать, ради получения будет перечеркнуто, и будет у нас желание получать ради отдачи. Это называется желание земля, и ради отдачи — это как у Творца, прямо к Творцу Исраэль. К этому мы придем, то есть это противоположная земле Исраэля — амалек. Но амалек — это в общем, это как аман, это как змей, это как фараон, но есть также части маленькие от этого детали, и мы каждый раз изучаем, что народ Исраэля сталкивается с этим. Каждый человек — это как народ Исраэля, он устроен из своих желаний и отдачи, которые находятся именно под желанием получать. И действительно, здесь время перейти к этапу вопросов и разобраться с нашими понятиями, понятиями и термины. На этапе терминов и понятий мы кратко определяем центральные понятия. Что такое плештим? Это наши эгоистические желания, которые после того, как мы, как рассказано здесь, после того, как мы можем убежать из-под общей власти желания получать. У нас после этого есть еще очень много эгоистических желаний, которые связаны с отдачей. Это называется отдача ради получения. Когда я отдаю, я выхожу к ближнему, но когда я начинаю отдавать, я чувствую, что я могу здесь выиграть. И поэтому те желания, которые находятся в... А здесь это такие желания, над которыми мы должны подняться тоже, но исправление их другое, чем в Египте. Мы не можем их раскрыть там, поскольку мы были захоронены под нашим эгоизмом. Когда мы находимся в выходе из эгоизма, мы видим, насколько это оттянет нас. Это было в 40 лет пустыни, и затем, когда мы завоеваем землю Израиля. Песень моря, что это означает? Песень моря это благодарность за то, что мы перешли эту границу, что нет больше возврата в Египет. Мы иногда можем плакать, как это там произошло, но нет уже возврата. Мы выходим окончательно из этого. И это ощущение когда человек убежал, и сейчас перед ним дальше он видит духовное продвижение, когда он чувствует духовный мир. Он не живет здесь в какой-то сфере, которая показывает ему только этот мир. А есть у него уже ощущение внутренней прорыв радости. Но здесь еще есть о чем рассказать, но это в следующий раз. Ман. Что это такое? Ман — это вода нукв, это желание получить, которое хочет подняться на уровень бины. Когда я чувствую, что в этих желаниях я должен отдавать, я могу это сделать, я прошу, чтобы это произошло, я нуждаю здесь высшей силы, чтобы помогла мне в этом действии. И тогда это происходит. Это происходит, буквально проявляется сила свыше, когда я начну пользоваться ей. Это называется, что я ем, оман, когда я наполняю себя тем, что я отдаю ближнему. Впервые это здесь происходит. Никогда нет у человека в этом мире то, что называется, поскольку в этом мире все наполняются от получения, а в духовном мире наполняются от отдачи. Мы почти уже завершаем. Прочитаем еще один отрывок именно о ман, это центральный отрывок из главы Бешаллах. Дороже всех та пища, которую вкушают товарищи, занимающиеся торой. Пища, исходящая от высшей хохмы, истинной хохмы, потому что торы исходят от высшей хохмы, а те, кто занимаются торой, восходят к основам корней, и потому пища исходит от высшего места святости. И на этом мы завершим нашу главу Бешаллах. Большое спасибо, Раф Лайтман, большое спасибо ведущим Ури Шабта и Гелат Шадмон. Спасибо, дорогие зрители. Давайте вместе достигнем того, что мы получим ман. Всего хорошего. Шибат шалом всем. Недельная глава с участием Рава Лайтмана Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова